Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня поговорим о гранате, о его полезных свойствах. И вообще, гранат это фрукт или ягода? Рада приветствовать вас на канале Татьяна. Радский и сочный. А вторая классификация это ботаническая, по которой фрукта как такового понятия в ботанической классификации нет. Есть понятие плод. И плод также делится на несколько видов. По своей классификации гранат относится к ягодам. Так как изначально есть цветок, из цветка появляется плод и плод содержит семена. Гранат у нас начинает плодоносить на третий год. Очень много цветов. Примерно только из 15% цветов появляются плоды. Сейчас покажу. Нашла сухой цветочек. Как выглядит таким вот образом. Это цветок граната. Уже в засушенном виде. К сожалению, сейчас нет цветения. Уже готовые фрукты. Но гранат у него длительный период цветения и созревания. В основном середина сентября, сентябрь. И так вот постепенно он начинает созревать. Плод граната примерно размером с крупный апельсин. Имеет сверху кожуру. При выборе граната обращайте внимание не только на цвет кожуры. Она может быть от бордово-красной до светло-розовой. Но также и чтобы она была плотная. Если кожура в каком-то месте мягкая, то она, возможно, была повреждена при транспортировке плода. Либо он подгнил уже. Такого размера. Примерно с апельсин. И вот такого цвета. То есть здесь он не сильно яркого, красного, бордового цвета. Что-то между розовым. Но он уже готов. Вот этот вот можно кушать. Гранаты очень хорошо растут и чувствуют себя в субтропическом климате. Даже некоторые выходят и в тропики. Вот этот экземпляр здесь. Они еще недозрелые. Видите? Еще гранат очень хорошо себя чувствуют в любой почве. Не обязательно для него создавать какие-то особые условия. Он единственное, что любит в жаркую, засушливую погоду хороший полив. И все. Сверху, в принципе, он справляется с засухой самостоятельно. Когда вы раскрываете гранат, мембрана разделяет сам гранат на 9-12 частей. В общей сложности гранат может содержать от 400 до 700 зернышек. Пуника гранатум. Это латинское название. Люди давным-давно знают о полезных свойствах граната и употребляют его в пищу. Делают и салаты, и сладкие блюда, соки и напитки. У граната полезно все. Корка граната полезна при расстройстве желудка. Ее заваривают и пьют. Вот эта мембрана, которая разделяет гранат на ячейки, высушивают, заваривают как чай. При расстройстве сна и при расстройстве нервной системы она хорошо помогает. Сам сладкий плод, сочная мякоть граната, она богата полезными веществами, кислотами для нашего организма. Гранатовый сок, он содержит очень много витаминов В, В12, В6. Также содержит кальций, магний, железо, кремний. Практически всю таблицу Менделеева. Гранатовый сок рекомендуют людям с пониженным гемоглобином. И косточки, они тоже полезны, в них содержится масло, но их обязательно нужно хорошо разжевывать. Единственное, не рекомендуется применение и употребление граната в чистом виде гранатового сока людям, которые страдают гастритом и при язвах желудка. Этим людям не рекомендуется пить гранатовый сок в чистом виде, так как оно содержит множество кислот. Гранат используют в косметологии как средство для омоложения, крема, шампуни, различные маски. Я считаю, что это прекрасный плод. Им еще питались древние цивилизации. В Египте на фресках есть. То есть гранат длительный период помогает в существовании человечеству своими полезными свойствами. Напишите в комментариях, вам нравится гранат. Быстрый способ чистки граната. Этот сорт белый. Берете черпак и черпаком выбиваете гранат изнутри. И затем остаются вот такие вот. Внутри он практически за 2 минуты вы почистили гранат. Но есть, конечно, погрешности там чуть-чуть. Остается. Но если вам надо срочно, быстро и много, то вполне применимый такой способ. Четыре граната почистили за минуту где-то примерно. Ну, 2 минуты от силы. Вот такая агара получилась. Попробуйте. Может быть, вам понравится такой способ тоже. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам здоровья. С вами была Георгиевская Татьяна. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...